В эфире новости в студии Александр Белов. Здравствуйте! Сегодня в выпуске смотрите. Кинотавр 2018. На российском фестивале кино требовали освободить Олега Сенцова. Ступ репрессиям Кремля и свободу украинским политузникам. Как в Москве прошел многочисленный митинг. Год без виза. Сколько украинцев уже посетили страны Евросоюза. Отрывки автобиографических рассказов Олега Сенцова прочли на площади в центре Киева. Активисты назвали акцию «Вслух». Актеры, музыканты и журналисты читали тексты украинского политзаключенного. Таким образом, еще раз хотели напомнить обузнике Кремля, который голодает уже 29-й день. Как прошла акция, расскажет Юлия Никодюк. Режиссер Ахтемси Таблаев первый поднимается на небольшую сцену на Майдане независимости и читает о детстве и школьных годах Олега Сенцова. К акции присоединились известные журналисты, музыканты, актеры и режиссеры. Каждый из них читал отрывки из рассказов Олега Сенцова о разных этапах из его жизни, которые он написал еще до заключения. Мне захотелось иметь пять красивых пятерок по выпускным экзаменам. Мне захотелось быть точнее остаться первым, одним из лучших и сделать это любой ценой. И я написал правильное, подсказанное мне решение. На главной площади столицы собралось около полусотни человек – активисты, правозащитники и просто небезразличные люди. Они держали в руках плакаты фрисенцов и свободу политзаключенным. Некоторые были в футболках с фотографией украинского режиссера. По словам участников акции, нужно как можно чаще говорить об украинских политзаключенных на международной арене. Об этом надо кричать, об этом не то, что надо говорить. И мы используем любую возможность. В наших силах немного инструментов, но вот мы делаем то, что в наших силах. Потому что основной массе населения просто неизвестно, что происходит. Фамилию Сенцов знает, может быть, от силы процентов 15. Олег голодает уже 29-й день. Таким образом требует освободить всех украинских политзаключенных. Фрисенцов. Дякую вам. Юлия Никодюк, Андрей Хрусталев. Новость ЮАК РЫЛ. К акции Фрисенцов присоединилась и Одесса. Там в театре юного зрителя имени Юрия Олеши собрались одесские театралы, а также режиссер из Крыма Олег Шевчук. Актеры прочитали четыре рассказа Олега Сенцова. Бабушка, автобиография, завещание и собака. Мы считаем, что если мы хоть что-то можем сделать для спасения человеческой жизни, мы должны это сделать. Это очень важно. Художник должен творить, художник должен быть свободным. Поддержали Сенцовой на фестивале «Кинотавр» в Сочи. На церемонии закрытия председатели жюри Алексей Попогребский и Андрей Плахов потребовали освободить российского режиссера Кирилла Серебренникова и обменять украинского Олега Сенцова. Со сцены они напомнили о бессрочной голодовке украинского режиссера и о том, что в Крыму его ждут двое детей и пожилая мама. На церемонии также зачитали отрывок из письма Сенцова коллегам. Неприятно слышать такие слова от таких людей, у которых я учился, на их работах или статьях. Не смею звать себя вашим коллегой, мне до этого еще далеко. Я сделал слишком мало. Но надеюсь, что когда-нибудь смогу приблизиться к вашему уровню понимания кино. Ваш Олег Сенцов. Мы считаем оба процесса над российскими и украинскими режиссерами сугубо политическими. Мы радуем за освобождение Кирилла Серебренникова. В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными организациями российско-украинского обмена заложниками необъявленной войны. Мы присоединяем свой голос голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова. Освободить Олега Сенцова и других политзаключенных призвали на оппозиционном митинге в Москве. На акцию «За свободную Россию без репрессий и произвола» пришли гражданские активисты, правозащитники и просто небезразличные люди. Как прошел митинг, далее в сюжете. Мы собрались на перекрытом проспекте Сахарова. Согласованный с ластями митинг по всему периметру охраняют силовики. Цель акции – обратить внимание на регулярные нарушения прав человека в России, говорит один из организаторов, правозащитник Лев Пономарев. Среди требований митингующих – освобождение Олега Сенцова. Прократить политические репрессии и освободить политзаключенных, в том числе объявившую голодовку Олега Сенцова. Участники держат в руках плакаты в поддержку украинских политузников Владимира Балуха, Александра Кольченко и Гремовенко. Выразили поддержку и крымским татарам, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму. Привет моим крымским татарам, которым я по моральным принципам не могу ехать. Я люблю Украину, очень позитивный народ, любящий свои земли и ценищий свободу. В поддержку Сенцова участники несут в руках баннер с хэштегом «Сейв Олег Сенцов». На митинге выступил с речью режиссер Аскольд Куров. Именно он снял фильм «Процесс» о бузнике Кремля, приговоренного в России на 20 лет колонии строгого режима. От имени украинского политзаключенного Аскольд поблагодарил всех людей, которые выходят на акции в поддержку Олега Сенцова. Единственная вина Олега Сенцова в том, что он не испугался, в том, что он не сбежал из собственного дома, когда туда пришли люди, с которыми он был не согласен. Пришла на митинг и российская писательница Алиса Ганиева. Она неоднократно была организатором акции в поддержку Олега Сенцова. Вопреки запрету московских властей, Алисе и ее команде удалось провести акцию в российской столице 2 июня. Говорит, готова и дальше поддерживать политзаключенных. «Сейчас в России сидят десятки украинцев, русских, крымских татар, представителей других этносов и народностей». «Есть у нас в стране политзаключенные? Да или нет? Да!» По оценкам организаторов, на митинг пришли около трех тысяч человек. Как сообщает издание «Настоящее время», на акции задержали двоих активистов. Виктор Пономарев, новости ЮАКрым. Апелляционный суд Киева перенес на 18 июня рассмотрение жалобы на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Сылакон. Рассмотрение дела было перенесено из-за недоставки самого подозреваемого, а также материалов дела в суд. 31 мая Мшевченковский рассуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. К экипажу, задержанного оккупационными пограничниками, украинского рыболовецкого судна не допускает адвокатов. Об этом сообщили сами защитники, к которым обратились семьи задержанных. Против капитана судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве, а четверо рыбаков находятся в пограничном управлении, не имея никакого статуса. Адвокаты призвали украинских властей сделать все, чтобы освободить моряков. Я считаю, что также Украина должна сегодня помочь семьям, оставшимся женам и детям этих граждан Украины, которые сейчас удерживаются на территории Крыма. Как мы понимаем, они ничего не нарушали, они плавали и ходили там в акватории, которая международным, я думаю, законом признана не за Российской Федерацией. Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 российские пограничники задержали 4 мая у берегов Крыма. На борту находились пять членов экипажа. Национальная полиция по АРК объявила в розыск главу так называемой самообороны Крыма Армена Мартаяна. Его подозревают в похищении активистов Евромайдана Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского в 2014 году. Тогда их продержали в плену 11 дней. Ранее Мартаяна уже сообщали о подозрении еще в пяти преступлениях. Его обвиняют в похищениях, пытках и в создании так называемой самообороны Крыма. Для освобождения политузников в Украине создадут специальный орган консультативно-координационную раду при президенте. Об этом заявил Петр Порошенко накануне, во время встречи с семьями украинских политзаключенных. Так он поддержал одного из узников Кремля, Владимира Балуха, который выступил с таким предложением в письме к президенту Украины. Если Балуха ставит вопрос о том, что была создана при президенте координационная громадская рада по освобождению заручников и политвязнений, я думаю, тогда давайте поддержим эту позицию. И в следующих недель мы должны закончить эту позицию. Сегодня год, как в Украине работает безвизовый режим с Шенгенской зоной. По данным Госпогранслужбы, за это время страны ЕС посетили более 20 миллионов украинских граждан. Из этого количества почти 5 миллионов человек побывали в Евросоюзе по биометрическим паспортам и свыше 555 тысяч воспользовались всеми преимуществами безвиза. Больше всего украинцы выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего моря. Самая популярная страна ЕС для посещения Польши, именно через нее в страны Евросоюза попадает наибольшее количество украинцев. А вот наименьший поток украинцев в страны ЕС наблюдался через словацкую границу. За словами Еврокомиссара Ихана Санхана, украинцы не становляют миграционные загрозы в Европе. И мы все совместно с усилиями, гражданами Украины, пояснювали правила находления за кордоном по безвизу. Уже есть пример того, что украинцы воспринимают как европейцев. И в деякие моменты они забывают ставить штампы против кордона. И необходимо напомнить, что, пожалуйста, поставьте штамп, чтобы не было потом проблем. На эту минуту это все новости. В студии был Александр Белов. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ЮЭКВМ в Facebook. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин